И вот снова они, мошенники в интернете. Юлия Медведева, конечно же, взяла чужое фото и чужое имя с фамилией и предлагает мне высокооплачиваемую работу в интернете. Суть работы заключается в обналичивании средств с банковской карточки и последующим переводом на электронные кошельки. И заработная плата от 75 тысяч в месяц. Не обман, без каких-либо предоплат. Деньги мы сами будем вам переводить, если предложение заинтересовало. Пишите, я пишу, пишу. Ну, естественно, я когда это читаю, я уже понимаю, что сейчас будет разводняк, о котором я уже записывала видео. Высылается анкета потом, заполните анкетные данные. И там нужно ввести свой номер карточки, срок действия и, конечно же, ЦВВ-код. Ну, и потом, в общем-то, все ваши денежки плакали и снимаются быстро оттуда. Вы прочитали полностью и ознакомились с сущностью работы. Сущностью. Как это? Сущностью работы. Сущностью. Я пишу, нет. Или то, что вы выше написали, из этого я должна понять. Она пишет. Суть работы. Первое. Вы получаете наши денежные средства на вашу карточку. Второе. Вы забираете свой процент от суммы. Третье. Переводите оставшуюся сумму на счет, который вам укажем. Я ей типа, четенько, класс. И что это означает? Это, наверное, отличная возможность заработка. Так вы согласны сотрудничать? Я пишу. Согласна. Ладно, не надо так сразу соглашаться. Нужно чуть-чуть поспрашивать же для привлечия. И какой процент? И зачем я вам? Процент колеблется. В пределах от 6 до 7 мы ищем людей из России, готовые принять денежные средства. Я пишу. А я не из России. Пауза была такая. Блин, думает. Ну что же, можем попробовать и с жителями Украины. Тогда перевод суммы от вас будет в Россию. Я пишу. Окей. В Россию кому-то на карточку? Да, совершенно верно. Хотя тут она писала, что на кошельки электронные. Ну ладно, думает. Какая разница ты, тупая блондинка. Я сейчас тебе отдавай. Мне номер карточки. Я быстро все там сниму. Совершенно верно. И дальше я пишу. Все же не пойму. Зачем так усложнять? Вас же кто-то может обмануть. Вот согласится перевести деньги, а потом улыбнется и скажет до свидос. И опять была пауза. Не знаю, может с кем-то советуется. Как и на любой работе, я хочу быть уверенным в твоей честности, что ты не убежишь с деньгами. Мы уже на ты перешли. Заметили? Поэтому от тебя потребуется скан паспорта первой и второй страницы. Я пишу. А, ясно, еще что. Только скан. Он будет храниться у меня на тот случай, если ты захочешь убежать вместе с моими деньгами. Но я не хотела бы, я пишу, незнакомому человеку давать скан своего паспорта. Говорят, на него могут потом кредит взять. На мне пишет. Твои сканы паспорта будут храниться у меня на случай, если ты решишь сбежать с деньгами и не переведешь оговоренную сумму, ни кредит, ни ипотеку. Я взять на тебя не смогу, так как я являюсь гражданкой Европы. И вообще, я не собираюсь тебя уговаривать, если не хочешь работать, больше не пиши. Очень много желающих получить эту работу. И я уговаривать тебя не собираюсь. Я пишу. Окей. Думаю, я и так нормально зарабатываю. Она пишет. Удачи вам. Я пишу. И вам. Ну и зашла я к ней на страничке. У нее один пост был всего. Новенькая, свеженькая страничка. О, уже Берлин. Хотя тут ничего не стояло, не указано было. И я там написала, берегитесь мошенников. Ну, конечно же, сразу попала в бан. Короче говоря, загнала я Юлечку Медведеву в безвыходную ситуацию. Как бы не могла она мне сказать. Я, честно говоря, надеяла, что она скажет. Ну, ладно, я тебе доверяю. Ты выглядишь очень приличным человеком. И все-таки скажет. Ладно, будем сотрудничать. Ну, чуть-чуть как бы не додавила. Не додавила. Хотела немножко ее еще помучать. Эх, жаль, жаль, жаль. Ну, ладно. Может, если бы я не написала комментарий здесь, она бы через время это написала. Что, ладно, давайте попробуем работать. Но не сложилось. Тем не менее, обратите внимание, что такие случаи повторяются. Кстати, мне часто приходит на смс-ка на телефон с таким текстом. Оплата в размере 100 долларов благополучно произведена. Подробности по ссылке. И ссылка, короче говоря, на какой-то сайт. Или вы получили 100 долларов. Подробности тоже ссылка на сайт. Конечно же, я туда не перехожу. Я думаю, там какая-то либо вирусняк, либо еще какая-то дрянь, которая принесет только какие-то негативные эмоции. Вот. Поэтому берегитесь мошенников. Это все, что я могу сказать в заключении сегодняшней серии видео. У меня сегодня день записи видео. Это для подписчиков на моем канале, которые уже видели на сегодня несколько моих видео. Все. Всем пока-пока. Встретимся на ютюбе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok